На третий день рождения компания Росдоступ, специализирующаяся на производстве и установке оборудования для обеспечения доступной среды, переезжает в новый офис и открывает выставочный центр. Руководитель компании Олег Беляков демонстрирует гусеничный подъемник для инвалидов БАРС, который разработал его дедушка. Мы сделали вот это вот складное колесо, опору, и он перекатывается просто как обыкновенная тележка. В выставочном пространстве уместились технические средства реабилитации людей с инвалидностью. И сразу семь видов подъемников. Обычно с такой техникой знакомятся по каталогам. Оценить вес, оценить, насколько удобно эргономически. Просто присесть в эту коляску, допустим, и проехаться по ней. Ну, как тест-драйв на автомобиле, а почему не может быть тест-драйв на коляске? На открытии пространства региональному министерству соцполитики дарят складывающуюся кресло-коляску с электроприводом «Пони». Оборудование отправят в социально-реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» в Держинске. В реабилитационном центре у нас проходит около 1800 граждан реабилитационные мероприятия. И около 150 человек – это люди с нарушением опорно-двигательной системы. Компания «Компаньон Росдоступа» Тифлоцентр «Вертикаль» дарит Министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «Рециркулятор». Обеззараживатель установят в региональном ресурсном центре по организации сопровождения детей с расстройством аутистического спектра. Сейчас там обучаются около 50 человек. Если переводить их на дистанционные занятия, теряется вот этот навык коммуникации, который им очень необходим. Рециркуляторы показали себя хорошо, нареканий на них нет. Используются современные материалы, бактерицидные лампы, вентиляторы, корпуса. Все изготавливаем сами. Российское производство находится у нас в городе Флязино, Московской области. Вручив подарки, переходят к презентации оборудования для доступной среды. В ассортименте более 50 наименований различных видов. Экспертов в области составления паспорта доступности, монтажа и поставки товаров сейчас в Нижегородской области не хватает. Это стало понятно при мониторинге общественных пространств, который проводила координатор регионального проекта «Единая страна. Доступная среда» Ольга Никитина. По ее мнению, обращаться к экспертам по доступности нужно при проектировании пространства. Когда уже строители сделают пространство то или иное, переделать практически уже невозможно, потому что гарантийные обязательства могут уже не соблюдаться, сроки уже могут поджимать, ну и в принципе физически уже нельзя что-то изменить. Поэтому промониторить, насколько правильно сделан проект и насколько учтена доступная среда в том или ином проекте, этим должны, конечно, заниматься профессионалы. Компания «Росдоступ» состоит в реестре соцпредприятий Нижегородской области. Получается провождение бизнеса и может выиграть грант на развитие. У нас сейчас разрабатывается в регионе закон о поддержке социального предпринимательства, он внесен уже в законодательное собрание по инициативе губернатора и фракции «Единая Россия». И этот закон позволит получать как имущественную и государственную поддержку в рамках передачи государственной муниципальной собственности, так и финансовую поддержку, в том числе на компенсацию, например, выплаченных налогов. Я думаю, что у нас выстроится очень такая плодотворная, выстроится хорошее взаимодействие с ними. Думаю, все от этого только выиграют. Если при создании доступной среды обращаться к специалистам, которые готовы оказывать сертифицированные комплексные услуги, то нареканий к новым пространствам не будет. Когда работаешь в родном регионе, во-первых, мы в этом городе живем, хотелось бы, чтобы он был доступным, а во-вторых, гораздо проще работать и можно действительно какой-то объект сделать полностью доступным и полностью контролировать все этапы работы. Ознакомиться с техническими средствами реабилитации для людей с инвалидностью можно на Ульянова, 31. Александра Шеломцева, Ренат Бигбаев. Время новостей.